За полгода в России именно на пешеходных переходах погибло и ранено почти 5200 человек. Для сравнения, за этот период времени в общей сложности в авариях погибло 14700 человек. Определенная доля среди них детей. С началом учебной поры начались и проблемы для родителей. Как отправить ребенка в школу, не боясь, что по пути его задавит неосторожный водитель. Большинство решает проблему просто, лично сопровождает любимое чадо. Все-таки такая обстановка не совсем здоровая, особенно на дорогах. У нас правила дорожного движения соблюдают плохо. Дорогие шибут не только ребенка, только и прошлого тоже. Учим, чтобы не нарушать. Даже нет машин, где перекресток такой. Есть, что все равно, чтобы зеленый был. Почти каждый четвертый наезд на пешеходы на переходе происходит из-за плохой видимости разметки и отсутствия дорожных знаков. Как показал сегодняшний рейд, около всех учебных заведений в центре Саранск установлены предупреждающие лихачьи знаки и лежачие полицейские. При этом аварии, 37% которых происходит на пешеходных переходах, не прекращаются. Получается, что застраховать ребенка от внезапного наезда не может никто. Как показывает статистика, ежегодно, когда дети возвращаются с летних каникул, увеличивается рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Многие дети несерьезно относятся к словам взрослых. Так и получается, что фраза спасения человека в его руках как никогда актуальна для юных граждан. Алла Филипчук, Андрей Никонов, Вести Мордовия.